Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я с этой прекрасной дамочкой Машей, и мы решили снять правда или действие. Я вынашивала эту идею довольно давно. Всем привет! Фух, я успела поздравить. Вот, и в общем, надеюсь, что вам понравится. Мы никогда этого не делаем. Кто первый загадывает? Ой, я вчера видела видео, где был чемпионат Японии, и там выиграла женщина. У нее была огромная группа поддержки, она плакала, она стала чемпионом мира. Хорошо. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграла. Правда или действие? Правда. Назови, пожалуйста, фильм последний, который заставил тебя плакать и рыдать. Это было вчера. Это был свет между океанами. Но я, в принципе, мой вечер начался, когда я вышла из университета, села в такси, я рыдала. Я пошла в магазин, и я рыдала. Я шла домой, я рыдала, и потом я включила этот фильм, и он был экстра грустный, и еще тот факт, что я уже была очень грустная. Да, я вчера очень хотела тебе позвонить, сказать, Настя, приедь, но я понимала, что ты еще, ну, что ты скажешь нет, и это бы еще больше у меня разбило сердце. Ты будешь рыдать. Да, поэтому я решила даже тебе не звонить. Ты бы не написала весточку хоть какое-нибудь сообщение, там, смайлик, она же плачущую собачку мне отправила. В следующий раз, когда я тебе буду плачущую собачку знать, мне грустно. Настя, правда или действие? Правда. Скучно. Худший подарок, который тебе когда-либо дарили? Так, худший подарок, худший подарок, наверное, это, ну, этот подарок был не от близких людей, это были там коллеги по работе, еще что-то, это, то есть, наборы такие готовые, косметические, ну, там, гель для душа, там, мыло. Вот, ну, наверное, я счастливый человек, потому что это худший подарок, который у меня был, но подарком в зубы не смотрят, как говорится. Подаренному корму в зубы не смотрят. Ну, примерно так вот, поэтому, ну, да, это был самый худший подарок. Правда или действие? Действие. Действие, а, кстати, действие. Мы вчера разговаривали с тобой о планке, и ты должна простоять в планке 10 минут. 10 минут? Да, но мы об этом не говорили. Ну, я об этом сама-самой поговорила сегодня. 10 минут, Настя. 10 минут в планке. 10 минут. Ты вообще знаешь, что такое 10 минут? Нет, я плохо разбираюсь во времени, но 10 минут. Ну, погнали, сколько выстоишь? Прямо хоть? Нет, у тебя ниже попу. Вот, вот, это планка. Это планка. Как это мне нравилось. Пиши. Ну что, как дела? Плохо. С планкой все очень плохо. Терпи. Настя. Хочешь сделать так? И это было все. Окей. Было плохо, но все равно давай. Правда или действие? Действие. Тебя ждет месть. Это, надеюсь, ты это понимаешь. Тверк. Я хочу увидеть от тебя тверк. И у меня даже есть. Это должно быть прямо здесь? Я не умею. Я не умею танцевать. В принципе. У меня есть песня для тебя. Нет. Ладно. Я готов. А как тверкать-то, господи? А вот. Позвонит Жанне. Сейчас. Жанна. Знаю тебя, Фазорик. После 10 минут не плачет. Что видно? Слышите. Как это? Не повернись, плохо. У меня ее нет. Словая стеркс. Давай. Жанна, прости. Да. Нужно было тебе сказать 10 минут. 10 минут. Это только на улице причем. Че? Правда или действие? Правда. Я еще не отошла. От моего действия. От моего действия. Так. Очень-очень сложно. Правда. Правда. Расскажи, пожалуйста, последнюю, самую такую неловкую. И неудобную ситуацию, когда ты почувствовала какой-то стыд. А, ну это было точно вчера? Мне кажется, для любого такого вопроса я могу сказать вчера. Но вчера и сегодня. Сегодня. У меня это было сейчас. Короче. Я выставила видео. Ну, это было неловко, действительно. А, да? Ну, когда... Ну, было неловко поначалу. До сегодняшнего утра. Я выставила видео. И я забыла вырезать кусок, где я... Ну, просто неудачные дубли. То есть там целый, наверное... Ну, это длилось 10-15 секунд. Но я наносила... Это был туториал. Я карандаш для бровей наносила. И я такая... Что я там повторяла сто раз? Типа, я хочу, чтобы брови были... Я хочу, чтобы брови были... Я хочу, чтобы брови были... И еще... Вот я так повторяла, мне кажется, около 5-6 раз. И я вставила это в видео. Ну, просто потому что я забыла... Забыла про это. И 60 тысяч человек посмотрели. Это хуже всего. Да. По-моему, это очень мило. Ну, это последний неловкий момент. По-моему, это очень классно. Хорошо. Хорошо. Правда или действует? Правда. Опиши свой самый неловкий поцелуй. Самый неловкий поцелуй... Ой! Я могу это описать. Этот неловкий поцелуй был на неловком первом свидании. Вот. С моим уже будущим мужем. С Кириллом. У нас было первое свидание. И так сложилось... Не за что. Да. И так сложилось, что мы... Мы с ним пошли в ВАР. В Юнион. И там танцевали. И я его поцеловала... Сама. Пока вы танцевали. Пока я танцевала. Смотрю, как я танцую. Вот. И я его поцеловала. И в этот момент к нам подошел фотограф. И начал просто это все снимать. И фотографировать. Такое ощущение, что он стоял и ждал. И это было очень неловко. Ну, сначала это было нормально. А потом я поняла, что это было очень неловко. Это был единственный раз. Не знаю, считается ли это неловким поцелуем. Но для меня это был просто стыд и позор. Хорошо. Правда или действие? Действие. О, кстати. Да, действие. Пожалуйста. Рэп. Ты должна начитать рэп. А можно... Блин, мне нужен бит. Не знаю, или... Я не буду делать... Не будешь битбокс? Мое действие тебе битбокс. Я не буду делать битбокс. Потрясающе. А я сделаю вот так. Это достаточно рэп. А я тут... Подожди, мне кажется, неправильно тогда. Синдерелла. Ты готова к этому? Нет. Я тоже. Синдерелла. Все, это все, что получится. Настя, большое спасибо. Правда или действие? Действие. Выставить свое уродливое селфи в ленту инстаграма. Хорошо. Я хочу, чтобы ты сделала червя. И выставила это в инстаграм на время съемки обоих наших видео. Хорошо. Окей. Я готова. Я думала, мне будет сложнее ее ломать. Ты думаешь, люди отпишут? Да. Да это достаточно червь? Да. Ну-ка. Пишу улыбку. Да. Да. Глаза шире. Да. 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 Ей. Все. А теперь еще один челлендж. Использовать фильтр инстаграма. Слушай, они там нормальные. Я должна показать. Такая ты, наверное. Сейчас, подожди. Здравствуйте. Ну-ка. Бьютиблогер. Вот. Это кино. Мы должны быстрее закончить. Видите. Хорошо. Так. Что мы подпишем? Я напишу, что я ненавижу вас. Поделиться. Да. Ес. Она это сделала. Она это сделала. Правда или действие? Правда. Я пока не готова к нам действия. Были ли в твоей жизни такие моменты, когда ты разговаривала с человеком и тебе очень хотелось дать ему по щаму? Ну прям. Испытывала ли такие чувства? Короче. Последний момент, который я могу вспомнить, это было летом. Поэтому я надеюсь, ты сочтешь это недавним. Последним. Я уехала ночью. То есть уже как раз я застала мосты. То есть сразу после меня они все, поднялись. То есть я уехала с Чернышевской и к себе на остров. И я прихожу к своему дому, и кнопка не работает. То есть моя кнопка не работает. И я понимаю, что дымофон работает, все работает, но именно магнит сломался. И перемотать все это, прекрасный вечер, прекрасную ночь. Я тебе, кстати, тогда звонила. Настя, можно я к тебе приеду? И я минут 40, наверное, так простояла. Я просила каждого прохожего мужчину резко открыть дверь. Многие не соглашались, типа, что за какая-то баба тут пытается взломать дверь. Но кто-то пытался, но это было невозможно. Потому что некоторые старые дома, там, вот на Невском, очень много мы просто так взламывали. Приветики. Нарушители закона. Но, в общем, в итоге приезжает, аллилуйя, из аэропорта кто-то из моих соседей, парень с девушкой. И я так просто радостная. Здравствуйте, вы из этого дома? Вам сюда нужно? Мужчина отвечает такой, нет. И потом он тут же подходит туда, берет ключ и несколько раз пытается тоже, он пытается открыть. Я ему говорю, дверь не работает, я здесь уже 40 минут стою. То есть я вся такая открытая, хочу с ними как-то, ну, не заговорить, но просто какой-то коммуникации. Плюс мы соседи. Ноль вообще, ноль игнор. И от девушки, от парня. И в итоге он открывает, и я спросила у него, а как вы открыли, как вы открыли? Я здесь 40 минут стояла. Полный игнор. Вот. И мне просто хотелось... Сделать. Сделать, да. Потому что как это? Просто я даже рассказываю, мне интересно. Это звучит так же, как оно было тогда? Нет, это да, это история отзывчу. Просто полный, ну, да, да, да. То есть, ну, я была настолько уже устала, что просто, ну, забью. В смысле, я бы не ударила его ни в коем случае, но... Ну, я ударила, ударила. Ну, не будем ударила. Спасибо. Извините. Правда или действие? Правда. Я очень люблю Настю, но мне очень хочется что-нибудь. Прям. Пойдем. Это комментарий. Да, блин. На меня даже люди подписывают, смотрим, у меня это фотография. Что-то помимо. Так, так, так. Настя, кстати, давай одно качество, вот которое тебе... Вот был ли такой момент, когда я тебя прям взбесила? Так, не говори про Диэр Комерсал. Вообще-то, вообще-то да. Когда ты пишешь не вовремя мне, когда я чем-то занята, и ты от меня что-то хочешь. И я такая, все, тихо, спокойно, отвечу потом, отвечу потом. И я иногда не отвечаю. Тогда тебе сейчас... Нет, я иногда не отвечаю. Я пишу сообщения, но я не отвечаю. Окей, окей. Мне кажется, мне кажется, лучше пусть сообщение будет не прочитано, чем оно будет прочитано и не отвечано. Мне кажется, что я даже иногда чувствую вибрации. Потому что, знаешь, я иногда отправляю тебя, Настя, пожалуйста, сделай надпись, и я прям чувствую, что она сейчас... И такая... Да, да. Так что, мне кажется, да, я чувствую, когда я тебя вижу. Вот, да, такие моменты. Но я бешу, поэтому я говорю, если ты будешь в своем офисе, если там что-то... Но, как бы, все равно я очень часто испытываю эти чувства абсолютно от разных людей, когда мне пишут, звонят. Во мне потом есть какое-то чувство, что, блин, я работала, меня отвлекли, вот. Но я успокаиваюсь, все окей. Вот. Это все действия и вопросы, которые мы решили снять на мой канал. Продолжение будет у Мари. Вот, мы сейчас будем снимать еще вторую часть. Не знаю, что там будет. Мне кажется, все самые личные остались здесь. Надеюсь, что вам понравилось. Мы, правда, старались, и я очень сильно стеснялась танцевать тверк. Это стеснение можно было резать ножом, поэтому... Спасибо, Настя. Это было ужасно. Все, ну так что... Я желаю вам хорошего дня, вечера, утра. Я не знаю, когда вы это смотрите. Да. И переходите по ссылке внизу, чтобы посмотреть. Я оставлю ссылки. Все. Пока-пока. Йо, подписывайтесь на канал. Мне нравится, стой. Как брови, что-то поднесли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok